Перейдем к правам пользователей. И без уточнений понятно, что это очень важная тема, и вам всегда нужно знать, у кого, каким ресурсам есть доступ в вашей системе. Кроме того, вот совет, который вам поможет после взлома. Как только вы взломаете систему, вам нужно будет найти файлы, директории или программы со слабыми правами, которым вы сможете получить доступ, и которые сможете изменить и запустить. Потому что в этом случае у вас будет возможность внедрить в них так называемый вредоносный код. Я говорю так называемый, потому что во время тестирования на проникновение мы не внедряем вредоносный код. Мы внедряем код, который дает нам преимущество или позволяет повысить права. Мы просто имитируем действия плохих хакеров. И вот как выглядят различные права или пермишены. Помните, когда мы впервые рассматривали команду LS, я говорил вам, что нужно смотреть только на колонку слева, которая начинается с буквы D или дефиса. Я говорил, что D это директории. В данном случае у нас есть директория Videos, а дефис это файлы, например, root-exec. Тогда мы игнорировали остальные символы. Однако сейчас мы их рассмотрим. Мы рассмотрим, что означает rwx. Это права или пермишены. Например, у папки Videos есть права rwx и r-x. Что это означает? r означает read, чтение. Для файлов это означает, что можно посмотреть их содержимое. Для директории это означает, что вы можете отобразить список содержимого директории. w, как мы могли догадаться, означает write, запись. В случае с файлом это означает, что его можно изменить. А для директории это означает, что вы можете создавать, перемещать или удалять файлы внутри этой директории. x означает execute, выполнение. Для файла это означает, что он может быть запущен, как программа. Запомните это, потому что это важно, и позже мы об этом поговорим. Для директории это означает, что у вас есть доступ к файлам в этой директории. Права можно разбить на категории. Мы уже видели rwx, r-x и r-x. Эти права разделены на три части. Первое – это права пользователя или владельца. То есть это права пользователя, который создал этот файл или директорию. G – это права файла или директории группы пользователей. И O – это права всех остальных пользователей. Это не права владельца или группы пользователей. Это права всех остальных пользователей в нашей системе. A – это права для всех. То есть для U, G и O. Изменить права можно тремя операциями. Плюс используется для добавления права. Минус – для удаления. А равно используется для указания конкретных прав. Для изменения прав нужно выполнить команду chmod. Это сокращение от changeMod. Изменение режима. Она используется для предоставления прав другим пользователям. И в частности, чтобы сделать файл исполняемым. Синтаксис команды выглядит следующим образом. Сначала пишем chmod. Затем указываем категорию. U, G, O или A. Затем операцию. Плюс, минус или равно. Затем само разрешение. Чтение, запись или исполнение. А затем добавляем имя файла, у которого нам нужно изменить права. Например, если я хочу сделать файл исполняемым для владельца, я пишу chmod U плюс X. И имя файла. И если мне нужно сделать так, чтобы любой мог читать и записывать файл, то я выполняю chmod A плюс R W. Имя файла. То есть, в последнем примере я указываю изменить права для всех. Добавить права на чтение и запись этого файла. Такой файл называется World Readable и World Readable. То есть, у всех пользователей есть разрешение на чтение и запись этого файла. Кстати, разрешение на запись файла для всех пользователей очень сильно вредит безопасности. И давайте рассмотрим практический пример. Как видите, я авторизирован в трех разных шеллах. В первом я под рутом. И если выполнить ls-l, то мы увидим подробный список директорий или папок в моей домашней директории. Первая часть R WX это права, которые относятся ко мне, к рут пользователю. Вторая часть R-X это права группы root. И последняя часть R-X это права остальных пользователей. И давайте перейдем в следующий шелл. Как видите, тут я авторизирован как Том. Это видно в заголовке. В директории Тома у меня есть текстовый файл под названием tom's.defice.file. И если мы посмотрим на правую часть прав, то увидим имя владельца файла и группы, присвоенное этому файлу. В данном случае Том это владелец файла, а cats это группа, присвоенная этому файлу. Как мы знаем, первая часть прав R WX это права владельца, в данном случае Тома. Далее идет R, права группы. Это права, назначенные группе cats. То есть у любого пользователя, который принадлежит группе cats, будут права на чтение. Последняя часть R это права остальных пользователей. У любого другого пользователя в системе, не Тома, который не принадлежит группе cats, будет разрешение на чтение. И давайте изменим содержимое файла. Открываю его в нано и пишу «Том говорит мяу». Сохраняю. И давайте перейдем в третий шилл, где я авторизирован как Fluff. Как видите, я нахожусь в домашней директории Тома. Слэш хоум слэш том. И если я выполню команду cat.toms.defis.file.txt, то смогу прочитать его содержимое. Это потому что Fluff принадлежит группе cats. И права на чтение группе cats автоматически дают такие же права пользователю Fluff. То есть Fluff может прочитать файл том.defis.file.txt. Однако Fluff не может ничего записать в этот файл. И я хочу это изменить. И дать Fluffу права на запись через Тома. Лучше даже дать их всей группе. Выполняю команду chmod g plus r. tom.defis.file.txt. И теперь у всех, кто принадлежит группе cats, есть права на запись в этот файл. Давайте это проверим с помощью команды ls-l. Как видите, вторая часть прав изменилась с чтения на чтение и запись. Возвращаюсь к Fluffу. Открываю этот файл в нано и дописываю. Fluff тоже говорит мяу. Сохраняю. Готово. Файл сохранен. И давайте посмотрим его содержимое. Отлично. Так как Fluff принадлежит группе cats, то у него теперь есть права не только на чтение, но и запись в этом файле. Теперь я попробую удалить этот файл. Упс. Не получилось. У Fluffа нет доступа или прав на удаление этого файла. И давайте немного отвлечемся. Вот еще один совет, который вам поможет после взлома. Вам нужно найти программы, которые можно запустить с root-правами, и выяснить, есть ли у этих программ уязвимости. Так как если в них есть такие уязвимости безопасности, то их можно эксплуатировать с root-правами. Тем самым вы сможете получить права root-пользователя. Если это не сработало, то попробуйте получить доступ к другим аккаунтам, и узнайте, какие у них права. И могут ли они запускать программы с root-правами. И после этого повторите те же самые шаги. Если могут, узнайте, есть ли у этих программ уязвимости. Если нет, попытайтесь получить доступ к другим аккаунтам. И так далее. И тому подобное. Чтобы узнать, какие программы можно запустить под root-правами, выполните команду sudo-l. Она отображает программы, которые можно запустить с root-правами. И чтобы выполнить команду с root-правами, допустим, я хочу выполнить команду cut или nmap с root-правами. Нужно использовать sudo. Например, sudo nmap. Настройки прав пользователей для запуска программ с root-правами находятся в файле sudoers, который обычно находится в etc. sudoers. В данном примере я под рутом. И, естественно, root может запускать все программы с root-правами. Также я настроил привилегии Тома. Он тоже может запускать все программы с root-правами. А вот Джерри может запустить только одну программу с root-правами. То есть, с root-правами он может выполнить только одну команду. bin.cat. Вот ваше задание. Если вы делали то же самое, что и я, то и следили за мной. Как помните, Fluff не смог удалить томс-дефис в файл .txt. Выясните, какие права нужно изменить, чтобы Fluff смог удалить этот файл. Затем создайте файл и напишите в нем следующее. Эхо, кавычка, открывается. Вы успешно запустили исполняемый файл. Восклицательный знак. Кавычки закрываются. Вы можете создать этот файл с помощью нано. Сделайте этот файл исполняемым. И найдите способ, как его запустить. Другими словами, запустите этот файл. И после его запуска у вас на экране должна отобразиться соответствующая надпись. Перевод озвучка для клуба складчик.ком Перевод озвучка для клуба складчик.ком